Войска карабинеров, являясь составной частью организационной структуры, Министерство внутренних дел относится к Департаменту войск карабинеров и выполняет свои функции и задачи на всей территории республики. Под его руководством и контролем отметил в своей речи начальник управления ЮГ главного инспектората карабинеров Олег Буздуган. Спустя 30 лет формирования можно констатировать, что карабинеры – это те, кто охраняют общество. Они являются компонентом вооруженных сил и участвуют в оборонительных действиях в соответствии с законом. Военный священник протеерея Вячеслав Харталамей пожелал карабинерам крепости духа. По случаю праздничной даты личному составу были вручены награды, почетные грамоты и дипломы. Некоторым было присвоено очередное офицерское звание. Мы постоянно модернизируемся, наши обязанности постоянно растут, мы растем в плане профессиональном, это очень важно для нас, для наших ребят, которые работают. Раньше у нас были срочники, сейчас у нас только контрактники, но зарплата у нас соответствующая, то есть обязанности наших ребят в основном состоят в охране общественного порядка. С недавних пор мы взяли обязанности полицейских. На службу сюда пришел по интересу, мне нравилось быть военным, хотел быть военным, потому что отец, прадедушка, уже получается в третьем поколении я иду военный. И мне всегда это нравилось. Придя сюда, я здесь очень много чего нового для себя открыл, многому обучили, многому показали, воспитали, совсем по-другому, не как было на гражданке. Войска карабинеров были созданы 12 декабря 1991 года. Они охраняют некоторые госучреждения, депмиссии и обеспечивают общественный порядок. В генеральном инспекторате карабинеров служат более 1100 сотрудников. Они предназначены для поддержания совместно с полицией или своими силами общественного порядка, защиты прав и основных свобод граждан и имущества собственника, предотвращения нарушений закона.